Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня у меня будет интересное видео. Хочу вам показать необычную посылку, которую я получила прямо из Индии. Заказ я делала в интернет-магазине, который называется Моя Индия. И вы знаете, друзья, все, что я получила, мне очень понравилось. Меня многое удивило. А я получаю много посылок для обзора, поэтому мне казалось, удивить меня уже, ну, наверное, сложно чем-либо. Но вот этот заказ превзошел все мои ожидания, поэтому покажу, что было внутри моей посылки. Также на канале сегодня будет объявлен конкурс, поэтому обязательно смотрите видео до конца и обязательно принимайте участие в конкурсе. Итак, друзья, как я вам уже сказала, посылка ко мне пришла из Индии. Заказ я сделала в интернет-магазине, который так и называется Моя Индия. Как только я сделала заказ, буквально, наверное, на следующий день мне уже прислали фотографию, что все, моя посылочка собрана, направляется к вам, направили мне трек для отслеживания. И вы знаете, посылка пришла очень быстро. Я думала, что буду потирать руки, ждать все очень долго, но за две недели она ко мне прилетела на Урал. Все было прекрасно упаковано, все в целости, в сохранности. Поэтому в этом магазине можно заказывать товары не только для себя, но и в подарок. Все упаковочки вообще в идеальном состоянии, поэтому видно, что компания заботится о доставке, заботится о своих клиентах. Это, конечно, очень сильно порадовало. Давайте еще несколько слов скажу о каталоге этого магазина. Там огромнейший ассортимент, большой выбор индийских чаев, кофе, сладостей. Даже есть индийские сувениры, одежда, конечно же, их косметика, которая без грамма какой-либо химии. В общем, интересный магазин, действительно, сделав заказ, можно себя очень приятно порадовать. В первую очередь я, конечно же, зашла в раздел чая. Давайте покажу, какие чаи я выбрала. Первый чай, вот такая вот большая упаковка, здесь 500 грамм. Это мелколистовой чай премиум. Чай хорошо заваривается и дает такой приятный золотистый оттенок. Вот именно вот этот вот чай, я дальше буду показывать другие чаи, вот этот вот чай дает красивый золотистый оттенок. И аромат очень приятный, вот прям такой чай, но чем-то напоминает чай из детства. Вот помните, были такие упаковочки со слониками, индийский чай. Вот мне кажется, вот этот чай вот чем-то его напоминает. Очень классный. Значит, следующий чай я выбрала в пакетиках. Смотрите, здесь, по-моему, 25 пакетиков. Идет вот такая вот картонная коробочка и внутри еще вот такой вот пакет. То есть, чтобы сохранить аромат чая, и когда действительно открываешь вот эту упаковку, очень сильно пахнет чаем. Знаете, вот этот чай, он немножко более такой терпкий. Чай хорошо заваривается, но опять же, он не дает вот этой вот черноты, то есть приятный золотистый оттенок чая. И чай не горький, то есть его можно прекрасно пить без добавления молока, без добавления сахара. Он не горчит и хорошо тонизирует. Поэтому мне очень понравился индийский чай. И последняя упаковка чая называется чай Тадж Махал. Здесь 100 грамм. Кстати, точно такой же чай сегодня будет разыгран в конкурсе. Чай очень классный. Он разной такой консистенции. Здесь и мелкие, и крупные чаинки. И цветом тоже они от темно-коричневого до зеленого. Есть более темные такие вот черные. Хорошо заваривается чай, но тоже не дает черноты. Очень ароматный. Вот прям, мне кажется, самый настоящий аромат чая. И запахи от самого чая, и от заварки очень приятны. Поэтому, если вдруг вы были в Индии и тоже пили настоящие индийские чаи, то напишите в комментариях. В таком же вы в восторге остались, как и я. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Затем заказала кофе. Мне очень хотелось попробовать индийский кофе. Вот такая вот баночка. Я, кстати, думала, что кофе будет меньше. Но его достаточно много. Баночка была полная. Вот такая вот красивая. Смотрите, какое темное кофе внутри. Оно растворимое. И очень насыщенный кофейный аромат. Заваривается крепко. Кофе яркое. Очень ароматный, тонизирующий кофе. Мне понравилось. Чай тоже понравился. Все вообще. Ну, такого необычного вкуса. Не такой вкус, к которому я привыкла. Дальше в моем заказе была халва. Вот в такой вот упаковочке. Значит, в упаковочке была вот такая вот баночка. Баночка с крышечкой. Здесь вот тоже такая фольга плотная. И внутри вот такая вот необычная халва. По мне это рахат лукум. Но, видимо, в Индии так называется халва. То есть, все идет вот в таких вот индивидуальных упаковочках. Она оранжевого и зеленого цвета. Я, конечно же, попробовала. Могу вам сказать, что это очень вкусно. Вот специально вам покажу, как она выглядит в разрезе. Она очень свежая. Здесь свежие орехи. Сладкая. Вот эта вот оранжевая напоминает... Ну, не напоминает, а вкус у нее цитрусовый. С небольшой такой вот пряностью какой-то. Но очень приятный. Сладкая она. Это халва. Вот. И следующий вид. Вот такой вот зелененький. Тоже орешки. Но вот это я не знаю, что за фрукт. Я не поняла. Это, видимо, какой-то индийский фрукт. Очень вкусно. Необычно. Самое главное, что этот продукт свежий. Очень мягкий. Я в восторге. Мне понравилось. Ну, единственное, по мне, так это не халва. Это вот обычный рахат луку. Ну, очень вкусно. Значит, дальше, что я попробовала. Это была индийская косметика. Я решила заказать фирму Himalai. Значит, я выбрала молочко с какао. Здесь, по-моему, 100 мл. Да, 100 мл. Значит, молочко густое, не жидкое. Вот такой вот консистенции. Очень хорошо распределяется по коже. Написано, что нет никаких пробейнов, силиконов. То есть, натуральная продукция. Быстро впитывается. И действительно очень приятный, знаете, такой кофейно-шоколадный аромат. Вообще, очень приятный. Кожа такая мягонькая. Понравилась. Я, конечно, об этой фирме много слышала. И очень рада получить ее напрямую от производителя. Дальше опять мое удивление. Это гель для душа. Вот так вот выглядит бутылюк. Здесь, по-моему, да, 190 мл. Вот такой вот яркий, оранжевый, абрикосовый. Но аромат меня, конечно, удивил. Он пахнет абрикосом и в то же время какой-то пряностью индийской. Очень необычный аромат. Гель хорошо пенится. Тоже он полностью натуральный. То есть здесь такой вот, я читала на сайте, короткий состав. То есть нет вредных каких-то компонентов. И еще из косметики. К моей посылке положили вот такой вот бонус. Это два крема для лица. Вот, по-моему, наверное, дневной и ночной. Да, вот два крема. Я их еще не пробовала. Но почему-то мне кажется, что они должны быть тоже хороши в действии. Вот такие вот баночки. Очень приятно. Приятно всегда получать подарки. Тем более, что-то такое необычное. И последнее, что я вам покажу из своего заказа, это, конечно же, индийские специи. Как без них? Значит, все они вот в таких вот коробочках. Вот так вот они выглядят. Производитель везде Индия. Все вот эти вот коробочки по 100 грамм. Давайте начну, наверное, вот с этой вот коробочки. Значит, называется она сабджимасала. Сабджимасала. Это приправа, так я записала, да, сабджимасала для овощей. Я эту приправу использовала для горохового супа. Она, кстати, идет в предназначении вот именно для бобовых. Поэтому я решила приготовить с этой приправой гороховый суп. Друзья, маленькая щепотка. Вообще, придала столько пикантности супу. Поэтому я очень осталась довольна. Буду дальше эту приправу добавлять в супы. Значит, что касается качества приправ, они, ну, действительно натуральные. Они очень ароматные. И, ну, блюда действительно украшают вкусом. Поэтому мне понравилось. Следующая приправа масала для мяса. Вот так вот в коробочке выглядит эта приправа. Тоже очень ароматная. Мы ее, конечно же, использовали для приготовления мяса гриль. Мы часто в семье готовим такое блюдо. Очень вкусно. Вот именно для свинины прям появляется такой яркий-яркий аромат мяса. Очень классно. Нам понравилось. Следующая приправа называется гарам масала. Это универсальная приправа. Поэтому я решила ее попробовать на курице. Я добавляла ее в тушение картофеля и курицы. Просто в куриный супчик. Вообще великолепно. Одной щепоточки хватает, чтобы усилить вкус блюда. Поэтому индийские приправы действительно стоящие, очень вкусные. И еще одна приправа. Называется она гарам масала. Это универсальная приправа. Я ее не открывала. Хочу подарить своему папе. Он тоже очень любит готовить. Очень любит приправы. Поэтому вот такой вот ему небольшой подарок, презент будет из Индии. Вот. Здесь 40 грамм. Такая вот небольшая приправа. Но вот этих приправ их хватит надолго. Вот я думаю, что первые мы, конечно, израсходуем для мяса. Потому что мясо мы дома готовим часто. А вот остальные, ну, наверное, на год вот этих трех приправ нам точно хватит. Потому что насыщенные очень приправы. Нужно всего лишь по щепотке добавлять, чтобы блюдо стало более ароматное. Друзья, вот это вот все, что у меня было в заказе. Я осталась очень довольна. Все мне понравилось. Поэтому ссылочку на магазин Моя Индия я обязательно оставлю в инфобоксе. Также в инфобоксе я оставлю ссылочку на каждый из товаров. Если вас что-то заинтересовало, пройдите, почитайте более подробно. Давайте теперь перейдем к приятному моменту этого видео. Перейдем к конкурсу. У меня для вас будет два бонуса. Первый бонус будет для всех подписчиков моего канала. Если вдруг вам в каталоге интернет-магазина Моя Индия что-то понравится, то вы можете ввести промокод MARINA. И вам будет скидка 6%. Мне кажется, очень хороший бонус, большая скидка. Поэтому, друзья, обязательно воспользуйтесь. Но теперь давайте перейдем непосредственно к конкурсу. В конкурсе будет разыграно 4 продукта прямо из Индии. Поэтому, друзья, активно принимайте участие. Во-первых, будет индийский чай. Я очень хочу, чтобы победитель попробовал этот напиток. Очень вкусный. Вот такая вот коробочка с чаем. Здесь 100 грамм. Значит, следующее. Это, конечно же, приправа. Называется она Гарамма Сала. Это приправа универсальная. То есть я подобрала специальную универсальную, чтобы вы могли добавлять в любые блюда. Дальше я выбрала уходовые средства. Я выбрала вот такой вот гель для лица. Он тоже натуральный. Я про него читала много отзывов. Гель с алоэ. Вот такой вот крем-гель для кожи лица. Тоже, я думаю, победителю будет интересно попробовать. И последнее, что я выбрала, это мыло. Я выбрала аромат розы. Мне кажется, в Индии должны быть самые настоящие розы, лепестки роз. Поэтому я думаю, что мыло будет очень ароматное, потому что вся моя посылка была ароматной. Я каждую коробочку открывала и восторгалась. Прям вот ароматы необычные, что-то новенькое, интересное. Поэтому, мне кажется, мыло тоже должно классно пахнуть. Вот таких вот 4 продукта получит наш победитель. У меня условия, как всегда, очень простые. Участвовать могут все, кто живет в России, не в России. Друзья, все принимайте участие. Значит, необходимо написать в комментариях обязательно слово «Моя Индия». Например, мне очень понравилась продукция «Моя Индия». Участвую в конкурсе «Моя Индия». В общем, главное, чтобы было это слово. И напишите, с какого вы города. Вот такое вот небольшое условие выполнимое. Поэтому, друзья, смело принимайте участие. Вот такой вот шикарный приз. На этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Больше информации, как обычно, в инфобоксе туда обязательно заглядывайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok